Приветствую, меня зовут Сокол и сегодня мы вновь изучим пачку новостей, а также я поделюсь с вами отзывом о прекрасном на мой вкус фильме, который я посмотрел в кинотеатре. В кинотеатре! Ох, как я скучал по походам в кино. Фильм называется «Всё везде и сразу». И раз уж речь зашла о кинотеатрах, то с этого и начнём. Напоминаю, что Голливуд в лице крупнейших студий, и не только, в связи с военными действиями России в Украине, байкотирует нашу страну. Да, я не устану об этом упоминать в своих роликах, так как считаю, что этот ад необходимо прекращать. По сообщениям портала бюллетень кинопрокатчика, за прошедший месяц в России закрылось 25% кинозалов. Пока только кинозалов. Но в мае, если ситуация не изменится, речь пойдёт уже о закрытии кинотеатров целиком. На всё том же бюллетене кинопрокатчика говорится о встрече уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Да, у нас такой есть. Зовут его Борис Титов. Он встретился с руководителями сетей кинотеатров. По мнению участников встречи, принятые меры для выхода из кризиса успехом не увенчались. В частности, перевыпуски российских картин в марте принесли лишь 6% от сборов. Кроме того, переориентирование на контент Индии, Китая, Кореи и Латинской Америки, во-первых, займёт время от 3 до 6 месяцев на дубляж, заключение договоров и рекламу, а во-вторых, заранее характеризуется невысокой эффективностью. Потенциальные ожидания зрительского интереса составляют не более 8%. Короче, без господдержки отрасль ожидает крах, закрытие кинотеатров, сокращение или на Новоязи высвобождение рабочей силы. Из моего недавнего опыта похода в кинотеатр, увы, могу констатировать запустение. Да, персонал, кажется, уже тоже подрезали. Залы работают не все. Однако, есть и относительно неплохая новость. По данным источников всё того же бюллетеня кинопрокатчика, один из голливудских дистрибьюторов-мейджоров всё-таки рассматривает возможность возобновления проката своих фильмов в России в июле 2022 года. Представители прокатчика неформально типа общаются на эту тему с некоторыми киносетями. Что это за студия, не сообщается. Похоже, переговоры уж слишком неформальные. Впрочем, всё по-прежнему зависит от сроков окончания так называемой спецоперации. Без этого говорить о возобновлении деятельности американских студий в России бессмысленно. В марте один из мейджоров уже прогнозировал два варианта развития ситуации. Ожидалось, что в лучшем случае прокат голливудских картин восстановится в мае. В худшем релизы будут перенесены в России на полгода. Однако сегодня выход американских блокбастеров в мае рассматривается как фантастический вариант развития событий. А вот российские кинематографисты, те, которые производят кино, смогут рассчитывать на серьёзную финансовую помощь от государства. Об этом в своём отчёте сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, на производство фильма в текущем году будет выделено 11,5 миллиардов рублей. Сейчас самое время снимать пропагандистские фильмы по типу картины «Крым», например. Отличный материал для обзорщиков. То есть это получается такая двойная помощь, да, то есть и кинематографистам, и обзорщикам. Если, конечно, Ютюб не закроют, а то в Госдуме его предложили заблокировать аж на 10 лет. Это я к чему. Ссылка на мои телеграм-каналы в описании, чтобы не потерять связь. Возвращаясь в кино, всё же надеюсь, что и какой-нибудь холоп мимо будет пробегать. А не только скрепный пафос и распил бюджета. Ситуация с Уиллом Смитом и его пощёчиной на минувшей церемонии «Оскар» продолжает развиваться. Я уже выпускал ролик о том, где доказывал, что удар Уилла Смита по лицу Криса Рока – это не постановка. Удивительно, что многие под этим видео считают, что в своём ролике я делал обратное. Вот хоть кол на голове тиши – это не постановка. Либо же не всё так однозначно? Всей правды мы не узнаем? Короче, Уилл Смит своей выходкой нанёс серьёзнейший удар по своей карьере. Это вот урок для всей партии людей, которые одобряют насилие в любом виде. Никогда насилие ничем хорошим не заканчивается. Дедлайн сообщает, что Академия лишила актёра возможности как-либо участвовать в её мероприятиях и посещать их в течение 10 лет. До этого Смит подал в отставку из состава членов Академии и её с готовностью приняли. Netflix и Apple TV Plus отказались от своих предложений о покупке экранизации автобиографии Уилла Смита. Считается, что теперь боепик попал в кризисную ситуацию, так как другие студии тоже не имеют желания работать с этим материалом в данный момент. Кроме того, были поставлены на паузу разработка «Плохих парней 4» и боевика «Fest and Lose». Теперь все западные компании обдумывают возможные репутационные последствия работы со Смитом. Член киноакадемии США, актёр Гарри Джей Леникс заявил, что его коллега Уилл Смит должен вернуть свой Оскар. Об этом он написал в своей колонке для издания «Варьете». Ну или «Варайти», а то есть такие, кто меня поправляет. По словам артиста, на данный момент единственным человеком, который может восстановить доброе имя этой кинопремии, является сам Смит. Джим Керри и вовсе осудил всю эту киношную компашку за бесхребетные овации после речи Смита. Сам же Смит, по слухам, серьёзно переживает эти чернейшие дни в своей карьере. Для него это стало буквально ударом. Да. Джим Керри вновь стал центром внимания. Резко высказывается об Оскаровском скандале, заявляет о завершении карьеры, а фильм с его участием тем временем становится лидером американского проката. «Соник 2» показывает шикарнейшие результаты. Второй фильм про Соника зарабатывает около 71 миллиона долларов. Это лучший показатель для экранизации видеоигр в истории голливудского рынка и, в принципе, хорошая сумма для 90-миллионного проекта. По всему миру второй «Соник» отметился результатов 141 миллионов, что также должно радовать студию Paramount. «Трикил» уже анонсирован. Зрители довольны, критики особо не ругаются. Выход в ноль наверняка произойдёт совсем скоро. Лично я считаю, что второй «Соник» удался. Сиквел оказался лучше посредственного оригинала, причём на порядок. У меня даже был обзорчик небольшой. Это весёлый и увлекательный фильм. «Морбиус» же терпит провал. Если на первой неделе всё ещё было в рамках прогнозов, то вторая неделя проката ознаменовалась резким падением сборов. Сборы упали аж на 74%. Разгром от прессы и обычной аудитории дал о себе знать. Общие показатели в Штатах достигли отметки в 57 миллионов долларов, и это, безусловно, уже огорчает студию Sony. Благодаря бюджету, который не достаёт и до планки в 100 миллионов долларов, всё не так плохо. Но неделю назад новости бокс-офиса были для студии гораздо радостнее. Вроде бы неплохо себя чувствует фантастическая инди-комедия «Всё везде и сразу». 6,5 миллионов долларов. Существенно помогло сарафанное радио, на которое студия А24 всегда делает упор. Отбить 25 миллионов долларов бюджета всё так же нелегко в нынешние времена. Однако, если надолго дистанции падений серьёзных не будет, то тот же стриминг очень даже поможет. Добавлю немного в копилку сарафанного радио для «Всё везде и сразу». Я посмотрел фильм в кинотеатре, и мне он очень понравился. Могу смело сказать, что в полку шедевров абсурдных фантастических фильмов прибыло. Я сейчас перечислю то, что по духу мне примерно напоминает это кино. Так, «Бразилия» Терри Гильяма, «Автостопом по галактике», «12 обезьян», «Идиократия» и, как ни странно, «Матрица», причём последняя. Вот такая странная смесь. Из мультсериалов здесь можно вспомнить «Рика и Морти», примерно такой же уровень безумия творится в перемещениях между вселенными, и юмор примерно оттуда же. Ещё тут уместно вспомнить «Футураму», фильмы Квентина Тарантино, как постмодернистские сборники кинематографических отсылок. Вообще всё везде и сразу можно назвать образцовым представителем постмодернистского искусства. Это также сборник отсылок и пародий, доведённых до абсурда, а потом превращённых в трогательную драму о любви и человечности. Режиссёры Дэн Кван и Дэниел Шайнберг, которые именуют себя для простоты просто Дэниелами, создали аж 8 или даже 10 фильмов в одном. Я честно пытался посчитать, но сбивался. В этот фильм они действительно запихали всё, что вообще можно было запихать. И даже интересно, сколько ещё в эту ленту не запихнуто. Эти двое уже отличились, создав необычную, но интересную картину, где Дэниел Рэдклифф играет труп «Человек-швейцарский нож». То есть, вспомнив то абсурдное кино, вы можете представить, сколько абсурда будет в картине «Всё везде и сразу». Нет, скорее всего не сможете. Короче, немногие любят абсурдный юмор. Но поверьте, «Всё везде и сразу» выводят абсурдные приколы просто на какой-то новый уровень. Тут абсурд не просто ради абсурда. Местный абсурд действительно смешит, а после даже умиляет. На этом строятся фильмы. И я не знаю, специально это или нет, но Дэниелы как-то уж очень вовремя выпустили свою картину. Как раз тогда, когда в зрительские кошельки целится «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенная безумие». Дело в том, что тема фильмов примерно одна и та же. Да, путешествия в иные вселенные, иные версии главных героев, иные версии событий. Если в фильме от Марвел будет столько же абсурда, то я буду только рад. Ну а пока я радуюсь абсурдным путешествиям по мультивселенной главной героине, сыгранной Мишель Ео. А ещё в фильме играет Джемили Кёртис, Стефани Сюй и Ке Хьюи Кван. Между прочим, тот самый пацан из картины «Индиана Джонс» и «Храм судьбы». В общем, классная абсурдная комедия, которая идёт в российском прокате. От меня, конечно, золото. Так что сходите, зацените. Лента вполне себе зрелищная для того, чтобы её на большом экране смотреть. А я теперь не могу спокойно смотреть на сосиски. Хи-хи, да. А сходить на это кино, в кинотеатр, вам поможет следующая новость. А24 временно уходит из России. Бюллетень кинопрокатчика сообщает, что независимая американская студия присоединилась к политическому бойкоту и в ближайшее время не будет выпускать свои фильмы в местном прокате. При этом А24 формально о своём решении не объявляла. А «Всё везде и сразу» вышел только по причине того, что прокатчик Вальга успел выкупить полный пакет прав на комедию. Обычно местные дистрибьюторы платят американским компаниям лишь аванс. Однако тут всё оказалось заплачено вовремя и полностью. А24 в случае отмены этого релиза пришлось бы платить солидную неустойку. На что представители студии, очевидно, не были готовы пойти. Так что дуйте в кино, пока и это не отобрали у нас. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм, ссылка в описании, на мой личный телеграм, а ещё есть новостной телеграм, на него тоже подписывайтесь. Также рассмотрите возможность поддержать меня на Бусти, буду вам очень благодарен. И, конечно, спасибо всем тем, кто уже поддержал. Вы мои лапочки мои, красавцы просто. С вами был Сокол. Пока. И берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok